На нашей гильдии есть хорошая функция распределения заказов. О, наконец-то, наконец-то. Очень хорошая штука. Огромный плюс, когда возникают проблемы с заказчиками в виде ЧП какого-то. Задать им вопрос, почему брак, почему кирпич не пилица. Эта профессия такая, скажем, редко, ее сложно почерпнуть из интернета. И не имея, так скажем, под боком вот таких опытных учителей, и полагаться только на интернет, допустим, смотрел и спросить вроде, а здесь, по-моему, ерунду показывают, и тебе говорят, да-да, потому что это интернет, но это тоже помойка, и все понимают. Недостатки, какие-то ошибки, что-то новое подчерпывают, то есть какие-то новые печи люди делают, видео показывают. Производители представляют свои материалы новые, которые просто так в интернете не найдешь. Считаю, что одно из главных достоинств гильдии, то, что ты не одинок в этом нашем неспокойном мире, и в случае какого-то ЧП всегда можешь обратиться к людям, которые окажут тебе и моральную, и юридическую помощь, дадут дельный совет. Мы приехали из города Коломна, зовут меня Алексей, я приехал со своими друзьями, коллегами, приехал познакомиться, ну, также с коллегами, обменяться опытом, посмотреть, как люди живут. Большой багаж общения с печниками. Ну, и от тебя тоже какая-то, наверное, польза есть. Своего рода проектное бюро, чем дальше будет. Ну, сейчас я побаиваюсь. Не-не-не, ну, тем не менее, уже... Эксперментировать, то, что я видел, и то, что ты показывал, это достойно уважения. В 2013 году я, пообщавшись с печниками, понял, что это мое, что это близкие по духу мне люди. Вот, тоже написал заявление, вот, подал на рассмотрение. На общем собрании также, как и сегодня, отвечал на вопросы печников, что, где, чего, как, зачем, почему, с какими целями. И был принят в ряды гильдии. На нашей гильдии есть хорошая функция, да, распределение заказов. О, наконец-то, наконец-то. Да, очень хорошая штука, потому что, ну, я... Система автоматического управления заказами. Сделал несколько заказов с гильдией. Особенно это помогает начинающим печникам, потому что еще клиентской базы своей нет. Но еще для меня, как для печника и как для руководителя печного центра, это возможность общаться напрямую с производителями, задавать им неудобные вопросы. Почему у тебя кирпич пилится или не пилится? Вчера пилился, а сегодня нет. Почему печные смеси сегодня хорошо размешиваются, а завтра там песок попадается? Почему у чугунина ручки отваливаются и так далее? Очень много вопросов. И вот русское печное общество и гильдия печников, она дает такие возможности? Опять же, проходит у нас собрание, как Нижегородская веча. Мы на них приезжают из других регионов, городов и стран, получается. Из Беларуси отовсюду приезжают люди. Рассчитать цену, это вообще важный вопрос, сколько стоит. Вот деньги и любят тишину. Я вам все равно некоторые секреты сейчас раскрою. И с ними можно опять же поделиться и опытом, и своим. Они делятся своим. Это очень интересно. Просто если я буду работать один, я могу этого всего не увидеть. А здесь это все в одном месте. В принципе, цель гильдии делать максимально безопасные, эффективные печи, камины, очаги для людей. И в то же время соблюдать все нормы, правила. Профессия печника – это профессия сердца. Я считаю так, сердце и души. Дальше это уже деньги, финансы, все остальное. То есть объединение, понятное дело, творцов. Ну, я думаю, так, приятно всегда с такими людьми. Это писать ли художники, печники. Печники на первом месте. Как можно объяснить, к чему лежит душа, а к чему не лежит? Как это разложить по полочкам? Если туда тянет, значит тянет. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова